Здравствуйте, друзья! Михаил Подоляк сегодня отвечает на мои вопросы, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте, как всегда рад вас видеть. Да, здравствуйте, здравствуйте. Мы нашли время в вашем сложном графике, плотном. Я начну сегодня со сплетен, не удивляйтесь. Скажите нам, пожалуйста, что вам известно, сдох все-таки по итогу или нет командующий Черноморским флотом. Его сегодня показали якобы в видеотрансляции на коллегии Минобороны Российской Федерации. Ну, я отношусь более прагматично ко всему. Есть первичная информация, которая требует подтверждения, которое говорит наше разведсообщество о том, что он действительно находился на совещании в штабе в Севастополе, по которому был нанесен удар. Сегодня российская пропаганда показала коллегию Министерства обороны России, где он якобы присутствовал. Но мы же понимаем прекрасно, что можно спокойно задипфейчить все, что угодно. Поэтому давайте подождем дополнительных подтверждений. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения логистики управления Черноморским флотом, как он себя будет вести, будут ли новые назначения перемещения какие-то и так далее. Через какое-то время мы с вами будем прекрасно понимать, что касается командного состава в Черноморской флотилии Российской Федерации. Я бы шире сказал, на мой взгляд, исходя из ситуации Соколовым, исходя из тех ударов, которые наносят наши ракеты или наши дроны по военным объектам Российской Федерации, на оккупированных территориях, на оккупированных России территориях, можно сказать, что да, мы точно понимаем, кто представляет какую ценность, какую угрозу с точки зрения введения боевых действий. Поэтому, безусловно, работа по определенному командному составу, по военным, еще раз подчеркиваю, структурным стратегическим объектам, которые занимаются разработкой тех или иных операций, ну, в принципе, Украина эффективно сейчас отрабатывает. Кстати, сегодня, замечу, были хорошие заявления со стороны наших официальных лиц о том, что если Россия, опять же, намерена поиграться в энергетическую рулетку, да, ну, то есть, поторковать энергетические объекты, то она должна понимать, Россия должна понимать, что, в принципе, эта игра теперь двухсторонняя, это не осень прошлого года. То есть, блэкауты можем организовать уже и мы на территории России? Ну, безусловно, еще раз подчеркиваю, качество инструмента, которым сегодня владеет Украина, да, безусловно, нам бы хотелось с вами еще иметь больший объем выбора, ну, больший объем номенклатуры, но имеется в виду там Атаканса, Тауруса, который имеет другой боевой вес, другую дальность полета и так далее. Но, тем не менее, даже те инструменты, которые у нас сегодня есть, внутреннего производства, я имею в виду украинского производства и дроны, и, собственно, ракеты, они позволяют эффективно отрабатывать в двухстороннем режиме те системы жизнеобеспечения, по которым Россия привыкла наносить удары. С точки зрения, опять же, на мой взгляд, это очень важно, еще раз подчеркнуть, вот накануне, собственно, опять же, зимнего сезона, осенне-зимнего сезона, подчеркнуть тип войны, которую ведет Российская Федерация. Смотрите, она не бьет по военным объектам, я на этом постоянно делаю акцент. Российская Федерация умышленно бьет по гражданским объектам, умышленно бьет по объектам критической инфраструктуры для того, чтобы как раз-таки заставить людей жить в максимально, я имею в виду гражданское население, жить в максимально невыносимых условиях. Ну, то есть, грубо говоря, это умышленная коллективная практика, но, соответственно, ведение геноцидного типа войны, геноцидная практика, несомненно. Кстати, очень хорошее заявление неожиданно для меня было вчера сделано господином Мюссе, вы помните, да, такого, это человек, который возглавляет комиссию по расследованию тех, собственно, действий, которые Россия, преступных действий, которые Россия проявляет в Украине. И было хорошее заявление о том, что мы видим, я имею в виду Мюссе говорит о том, что мы видим очень много фактов, подтверждающих максимально масштабный умышленный характер пыток над не только военнослужащими, но и над гражданским населением на оккупированной территории. То есть Россия это не то, что там единичные, да, эксцессы, исключения, а Россия умышленно пришла и в то же время ведет такого, скажем так, опять же, геноцидного типа практики на оккупированных территориях. То есть пытает, жестоко пытает, убивает и гражданское население, и, соответственно, военно пледует. Ну, наверное, все-таки нашими целями на территории Российской Федерации в первую очередь будут военные объекты. Мы же не можем уподобляться агрессору и бить тоже по объектам гражданской инфраструктуры. Давайте здесь, ну, во-первых, мы российскую территорию не атакуем. Еще раз повторяю, мы атакуем исключительно военные объекты на оккупированных территориях. Все, что происходит в России, да, я согласен, концепция переноса войны на территорию России важна, но, тем не менее, она туда сама по себе уже переносится. Есть достаточно много граждан России, которые имеют доступ к тем или иным технологиям, ну, и, соответственно, к дроновым технологиям, и, таким образом, они могут уносить эффективный ущерб российским военным объектам на российской территории. Еще раз хочу это делать граждане России. И Украина уничтожает все, что касается... И, опять же, наши спецслужбы, когда об этом говорят, о том, что это игра двухсторонняя, про энергетику Российской Федерации, они как раз имеют в виду агентурную сеть, да, которая будет эффективно отрабатывать, если что, те критические объекты на территории самой России. Мы же будем наносить удары по военным объектам. И здесь я хочу, чтобы мы действительно правильно расставили акценты. Нету ни малейшего смысла атаковать гражданское население, если вы не ведете, еще раз подчеркиваю, войну на уничтожение государственности, ну, или субъектности страны. Вот Россия пришла в Украину, это все вот эти там слова, вот эти, да, которые они использовали для оправдания своего вторжения, абсолютно незаконного, безусловно, вторжения, демилитаризация, деноцификация и так далее. Это все вымысел. Единственная цель, и почему они сегодня наносят удары, системные удары по гражданскому населению, и мы с вами фиксируем это в рамках уголовных дел, не только, кстати, в украинской юрисдикции, но и в международных юрисдикциях фиксируем эти удары, они пришли уничтожить субъектность и государственность, и параллельно уничтожить энное количество, достаточно большое количество гражданского населения, которое нелояльно к любым концепциям русского мира. Для нас это не существует такого подхода, потому что мы ведем оборонную войну. Что такое оборонительная война в рамках международного права? Она четко предполагает разрушение военной инфраструктуры оппонента, ну, в данном случае, Российской Федерации. Безусловно, мы наносим все удары исключительно по военным. Это первое. Наносим все удары исключительно по военным объектам. На оккупированных территориях там очень большое количество, тот же берем полуостров Крым, там просто это какое-то невероятное количество баз, военных складов, тренинговых центров, штабов разного уровня. Собственно, это военный полуостров. Это никакой там не рекреационный, не туристический полуостров. Но вот Россия заплатила его и за 8 лет превратила исключительно в милитарную зону. Это первое. Второе. Высокоточность оружия. Россия долгое время рассказывала о том, что у них высокоточное оружие, как оказалось, у них абсолютно оружие, ну, такое с большим разбросом. То есть оно, в принципе, мало того, что они умышлены от гражданского населения, так еще и это оружие, вот те же шахеды, они, в принципе, падают своими обломками в большом количестве на гражданское население. То есть то оружие, которое нам партнеры предоставляют, оно, конечно же, гораздо более эффективно, гораздо более точно, оно гораздо более современно, и поэтому позволяет действительно точечно проникать на военный объект и разрушать его. Поэтому принципиальное отличие войны, которую ведет Россия, от войны, которую ведет оборонительной войны, которую ведет Украина, состоит в том, что Россия просто чесом всех уничтожает, в том числе гражданскому населению Украины, наносит эффективные удары исключительно по военным объектам. Но вот этот удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, он же еще показал, насколько выросли наши спецслужбы. Вы представляете, как сложно организовать было подобную операцию? Ведь она еще произошла, произошел этот удар в тот момент, когда там было заседание высшего руководства военно-морского флота. Я бы не то, что сказал, что наши спецслужбы выросли, я всегда относился с большой симпатией к украинским спецслужбам. Они всегда выглядели гораздо более эффектно, чем российские спецслужбы. Просто российские спецслужбы ставку делали на масштаб и на вот этот зловещий имидж, постсоветский имидж зловещий и так далее. Наши же ребята, они, во-первых, очень креативные, ну то есть как бы, исходя из того, что дефицит ресурсов, страна испытывает военных ресурсов, то приходится придумывать крайне эффективные операции с действительно максимально разрушающей силой. Потому что, в принципе, у тебя дефицит ресурсов. Тебе нужно очень щепетильно относиться к тому, что у тебя есть, и использовать его с максимальной степенью эффективности. Это первое. Второе, безусловно, еще раз подчеркиваю, психологическое состояние. Ту войну, которую ведет Украина, принципиально отличается от России. Россия пришла на чужую территорию убивать. Мы ведем войну, которая предполагает защиту своих семей. Это разные мотивации. Что бы там кто-то ни говорил, на самом деле, это абсолютно разное мотивационное ощущение. То есть для наших людей вот это, грубо говоря, глаза горят для того, чтобы нанести максимальный ущерб России и таким образом уменьшить риски для собственных семей, собственных домов. И, конечно, наши спецслужбы в этом плане гораздо более мотивированы и гораздо более профессиональны. То есть компетенции несомненны. То, что мы сейчас говорим о умении отслеживать, когда, где, в каком объеме, с какой интенсивностью нанести удар, это вы здесь, вы абсолютно правы. То есть качество работы, агентурной работы на порядок выше. И тут я перехожу во вторую часть, которая характеризует саму Россию. То есть сегодня в самой России, так как все понимают, ослабление, нарастающее ослабление государственных вертикалей, силовых вертикалей, безусловно, гораздо больше людей, которые готовы проявлять лояльность и к Украине, с одной стороны, ну и информационно помогать. Не только информационно, а если говорим о оккупированной территории, там очень много граждан Украины, которые сохранили лояльность государства Украины, несмотря на девятилетнюю оккупацию. Ну и кроме того, активные действия проводить, понимая, что в принципе все постепенно начинает нарастать с точки зрения антироссийскости и рано или поздно приведет к падению. Вот казалось бы, вы знаете, до начала полномасштабного вторжения, если бы мы говорили о том, что в течение какого-то очень обозримого времени может произойти демонтаж, слом, падение путинской вертикали, но, наверное, бы никто всерьез это не рассматривал. Сейчас мы на полном, скажем так, с полной аналитической готовностью обсуждаем варианты демонтажа путинской вертикали. Михаил, ну и вопрос, который особенно чаще стал задаваться нашим сообществом после удара по этому штабу, когда же Крымский мост? И добавлю от себя, можем ли мы по нему бить? Я не веду, оглядываемся ли мы еще на реакцию наших партнеров? Ну, во-первых, на реакцию партнеров действительно нужно всегда оглядываться, потому что все-таки это партнеры, и партнеры тоже имеют право голоса, несомненно, и кроме того, они действительно нас обеспечивают с точки зрения того инструмента, который нам необходим. Ну и вообще, в принципе, партнерские отношения предполагают доверие, да, ну то есть, грубо говоря, нужно всегда обсуждать даже сложные вопросы, но давайте я тут очень четко расставлю акценты. На следующий день в рамках международного права полуостров Крым все незаконные сооружения, Керченский мост именно незаконное сооружение, построенное там оккупантом, вполне допустимы к разрушению. Ну и, соответственно, Керченский мост выполняет, это третья составляющая, он выполняет конкретную функцию, он является мостом снабжения, да, базовым мостом снабжения, через него перекидывается военный ресурс, военный резерв, мобилизованные, через него перебрасываются снаряды в большом количестве, техника в большом количестве, соответственно, все то, что незаконно используется для убийства граждан суверенной страны. А у нас же с вами есть абсолютный мандат, еще раз подчеркиваю, юридически зафиксированный. Мандат при введении оборонной войны вы имеете полное право разрушать все объекты, которые принимают участие либо в оккупации, ну то есть построенные на оккупированных территориях, либо несут непосредственную угрозу жизни населения вашей страны, ну то есть в данном случае Украины. Это международное право так четко фиксирует. И соответственно, безусловно, удары по Керченскому мосту являются объективной реальностью. Когда и как они будут наноситься? Ну здесь, наверное, сюрпризная тактика должна продолжать работать. Наши ребята непредсказуемы в хорошем смысле слова. То есть вернее, для себя они там планируют множественность, каскадность операций разного типа по точечному разрушению военных объектов на оккупированных территориях. Но вот эта сюрпризность, она действительно держит в таком паническом тонусе российскую вертикаль, российскую командную вертикаль. Ну и, соответственно, давайте-ка мы им дадим возможность находиться в таком предпаническом настроении и дальше. Так, чем ответил Кремль на атаку на штаб Черноморского флота? Это приказом Путина, который он отдал Шойгу, остановить атаку, контратаку украинцев до начала октября любой ценой. Но времени осталось всего ничего, да? Меньше недели. Давайте разбираться, что этому бедному, этому Шойгу нужно остановить за эти несколько дней. Очень оптимистичное, как по мне, дал интервью Тарнавский, генерал, как вы оцениваете реалистичность его настроений. Он говорит о том, что у нас есть перспектива перебития сухопутного коридора, в том числе с наступлением осени. У нас есть погодный дедлайн. Мы видим, какие медленные, но уверенные темпы контрнаступления. Ребята буквально на пузе освобождают каждый метр, заминированный этой территорией. Вот оцените перспективы развития событий на юге Украины. Вы знаете, я, наверное, наиболее необъективный в этом плане, потому что отношусь к меньшинству, радикально оптимистично смотрящему на то, что происходит по линии фронта. Я считаю, я здесь абсолютно солидазируется с господином Тарнавским. Он абсолютно точно фиксирует те, пусть микроуспехи, но они сливаются, знаете, это как ручьи, которые сливаются в одну полноводную реку. Я об этом всегда на протяжении уже последних трех-четырех месяцев говорю о том, что давайте не забывать, с какой армией воюем, то есть с какой армией нужно обнулить. То есть ту армию, которую еще вчера в Европе все панически боялись. Второе, давайте не забывать, что Россия со всех направлений, я имею в виду не только с украинского, а со всех других, включая дальневосточные, собрала все, что у нее было, все ресурсы и резервы. Давайте не забывать, что Россия проводила мобилизацию. Давайте не забывать, что она расконсервировала часть техники в той же Беларуси. Давайте не забывать, что они брали в Иране, в Северной Корее часть техники. Давайте не забывать то, что они построили за счет гастарбайтеров гигантские оборонительные сооружения и заминировали все, что можно. И несмотря на все это, не будем забывать также, что поставки оружия, которые, партнерского оружия, они, конечно, идут, ну, хотелось бы и больший объем, и более внятную, и более скоростную логистику, тем более при отсутствии таких компонентов, обязательных компонентов, как те же травлы для разминирования, те же специальные ракеты для разминирования, те же авиационные компоненты, фронтовые системы противоракетной обороны, больший объем артиллерии, ну, то есть имеется в виду данном случае снарядной амуниции, как таковой и так далее. И, несмотря на это, в течение трех-четырех месяцев я вижу исключительно позитивные результаты в грызании в первой и даже во второй эшелон оборонительных порядков России. То есть, несмотря на все минусы, мы не то, что там где-то зависли и никуда не продвигаемся, нет, системно, масштабно, на разных направлениях, десятки различных направлений с постоянным уничтожением инфраструктуры, снабжения российской, продвигаемся вперед. Это крайне позитивные результаты. Я считаю, что это чрезвычайно уникально выглядит, во-первых, а во-вторых, это чрезвычайно перспективно. То есть, это не то, что там пересечение сухопутного коридора или выход к акватории Азовского моря, или захват каких-то крупных логистических центров, которые находятся в рамках этого условного сухопутного коридора, нет. Это системная работа по, практически, еще раз подчеркиваю, обнулению и проваливанию российской армии. Почему я говорю об обнулении? Потому что я все-таки не сомневаюсь в том, что в какой-то момент сработает так называемый эффект домино, то есть, когда в каком-то месте будет существенный прорыв, он обвалит оборонительные порядки на смежных направлениях. Ну, то есть, это будет там вот одна доминошка упала, и следом за ней падают другие. И это приведет к стремительному, скажем так, обратному бегству российской армии на территорию России, где мы с вами увидим те процессы, которые, конечно же, мы должны будем увидеть. Теперь перейдем к тому, что от Тарнавского, который абсолютно прав в своих оценках, перейдем, конечно, к совершенно нереалистичным двусубъектам Шойгу и Путина. Что касается Путина, он может ставить любые задачи. Это человек живет в иллюзорном мире, в этом мире нет никакого реалия, нет никакой земли. Он живет в каких-то придуманных иллюзиях. Я думаю, что у Шойгу есть один инструмент, который он может вполне нормально оперировать. Это мультфильмы, которые они производили по поводу оружия. Вот точно такие же мультфильмы по поводу эффективного наступления, остановки наступления. Они могут снять, показать и так далее. В главной роли, безусловно, Путин на танке, который там самолично останавливает под Прохоровкой большие армады чужих танков и так далее. А что касается, собственно, заявлений, знаете, это очень странно звучит, потому что, напомню, в том же Владивостоке Путин сказал, что они уже все остановили. Они уничтожили порядка 18 тысяч единиц боевой техники за эти два-два с половиной месяца. И, соответственно, все, что можно, уничтожили, наступление остановлено, и они уже идут в контрнаступление. Напомню, это буквально было две недели назад на так называемом экономическом форуме. Я просто слово «экономический форум» и «Россия» — это нонсенс на сегодняшний день. Но вот во Владивостоке это заявление было. То есть, честно говоря, если ты уже уничтожил все, что только можно, а уж у Шойгу там ежедневно идет уничтожение 100-500 тысяч хаймарсов, ну, как-то странно выглядит, что еще какой-то приказ нужен для того, чтобы остановить то, чего нет. Поэтому я бы достаточно спокойно относился к тому, что озвучивает Россия, что она говорит. Это не имеет никакого значения с точки зрения, собственно, событий, которые происходят по линии фронта. Кто оптимально владеет информацией по линии фронта, это точно не президент России, а абсолютно точно президент Украины. Вот он точно знает, что происходит, где происходит, на каком направлении. У него там ежедневно либо селектор, либо ставка. Либо, собственно, прямое непосредственное общение с командирами бригад, ну, с руководителями бригад и так далее. Кто хорошо осведомлен о том, что происходит, это командующие направления, и не только Тарнавский. Безусловно, это главнокомандующие заложные, это, безусловно, наши разведорганы. Кто вообще не понимает, что происходит, а просто заваливает это все какими-то остаточными объемами оружия, снарядов и так далее, это, соответственно, весь паркетный генералитет под эгидой Шойгу. Ну, они параллельно не только, параллельно с приказами о постановке контрнаступления к 1 октября Путин все-таки призывает и к переговорам. Недавно об них намекал, а Лавров вообще договорился до того, что Российская Федерация уважает территориальную целостность Украины. Здесь что хочется понять, чтобы вы объяснили. Понятно, что это не на российскую аудиторию месседжи, да? Там это хейтят. Понятно, что не на украинскую аудиторию. Ну, мы просто улыбаемся, пальцем у виска крутим и закатываем глаза. Кому адресуются месседжи об уважении территориальной целостности Украины, о границах 91-го года и так далее? Для Эритреи? Для большого юга? Нет. Глобальный юг тоже состоит из стран, которые абсолютно точно понимают, что делает Россия, что она говорит. На мой взгляд, это несопоставимо. То есть влияние, например, ключевых стран глобального юга, таких как, например, Бразилия, Саудовская Аравия, Объединенный Арабский, тот же Китай, та же Индия, та же Турция и так далее, несопоставим с влиянием, я имею в виду глобальное влияние, несопоставим с влиянием России. Они прекрасно понимают, чего добиваются, что говорит на самом деле Россия. На них это никак не влияет. У них свои интересы, у них своя игра. Они сами понимают, что, как и когда. Что касается, на кого рассчитаны эти слова, еще раз подчеркиваю, первое, в состоянии аффекта находящаяся российская политическая элита, она абсолютно не отдает отчета, что это за слова, к чему они говорят и так далее. И эти слова рассчитаны, прежде всего, на маленькие страны, которые так или иначе зависят от России. Я не зря упомнил Эритрея. Это примерно вот этот уровень, там, Буркино-Фасо еще, например. Кстати, Лавров провел там встречу с главой Министерства иностранных дел Буркино-Фасо. После этого было заявление о том, что мы прорвали блокаду США. Теперь все страны вокруг России группируются. Ну, имеется в виду Эритрея, Буркино-Фасо, Судан там, может быть, ну или не Судан, а кто-то еще, а кто там перевороты сейчас были последние, Мали там и так далее и тому подобное. Вот они действительно блокируются вокруг России. И вот на них рассчитано, потому что на площадке ООН, для тех стран, которые не очень глубоко понимают природу нынешнего конфликта, не понимают, что эта война не про территорию, не про переговоры, вот в таком виде, о котором говорит Россия, для них действительно слово «переговоры» имеет какое-то определенное значение. Но на самом деле я тут хочу зафиксировать несколько позиций, чтобы было понятно. Если вы говорите о территориальной целостности, то покиньте территорию Украины. Правильно? Это же логично. Ну, то есть, если вы уважительно относитесь к уставным документам ООН, продолжаете себя считать глобальным игроком, то, наверное, тогда, учитывая то, что вы находитесь на чужой территории, вы должны покинуть эту территорию, после этого спокойно сказать «мы покинули территорию, мы уважаем территориальную целостность Украины, пожалуйста, давайте теперь переговоры о поствоенном, скажем так, общежитии». Ну, то есть, как мы будем жить после войны. Россия ведь этого не хочет. Россия не говорит о переговорах. Еще раз подчеркиваю, не надо путать, не надо слово «Россия» и переговоры ставить в одно предложение. Это категорически запрещено. Путин, эндкомпашка эта, она не хочет переговоров никаких. У них нет даже понятия, что такое переговоры. Они хотят капитуляции. Еще раз подчеркиваю, они хотят сделать две вещи. Либо зафиксировать сразу проигрыш Украины. Ну, то есть, вот все сказали, ну все, мы больше не помогаем Украине, Украина должна проиграть, отдать все, что может, даже дополнительно отдать. Либо они хотят подморозить конфликт, резко снизить интенсивность. За это время втянуть нас в какой-то фиктивный, такой как Минский, переговорный процесс, на котором постепенно повышать ставки, оскорблять, в это время проводить дополнительную милитаризацию, дополнительную, скажем так, фашизацию. Еще раз подчеркиваю, правильный термин – фашизацию. Потому что идеологически они полностью закрутят гайки на внутреннем рынке. То есть, там не будет никакой политической конкуренции, никаких выборов. Вы же прекрасно это понимаете. И, соответственно, через какое-то время перейти к следующим этапам войны. То есть, для них не существуют переговоры, которые бы учитывали. Что такое переговоры? Это две позиции. Позиция одной стороны и другой. Для России не существует позиции другой стороны. Для России существуют переговоры только как выполнение альтимативных требований Российской Федерации. Но я задам встречный вопрос. Вот когда мы говорим о переговорах, допустим, вот они что-то там сказали, все говорят, да, переговоры. А ведь Россия говорит, что Запорожская и Херсонская области у них, правильно? Это значит, что Украина должна ультимативно отдать город Херсон и город Запорожье России. Вы понимаете абсурдность того, что когда ты начинаешь материальный субстрат изучать, ты понимаешь, что нет ни одного шанса договориться о чем бы то ни было. Почему? Потому что для нас принципиально после 19 месяцев войны ликвидация присутствия, полная, тотальная ликвидация присутствия России где бы то ни было на территории Украины, а для России принципиально важно сохраниться на какой-то части Украины. Вот скажите, где здесь можно найти субстрат для переговорного процесса? Более того, официальные лица России говорят, что если мы начнем переговорный процесс, то мы не будем прекращать огонь, а сейчас я перейду к этой интересной фазе и так далее, потому что нас уже когда-то там где-то обманули. Понимаете абсурдность? Я, кстати, напомню, что когда мы начинали переговорный процесс в феврале-марте 2022 года, действительно было сказано России остановите на 24 часа или на 48 часов огонь для того, чтобы, собственно, переговорный процесс начался. Россия сказала, да нет, зачем, мы вас будем убивать в это время. Это очень важный параметр. К чему я это говорю? Давайте перейдем к типу войны, это очень важно. Вот, например, возьмем сегодняшнюю ночь. Вот смотрите, сегодня ночью, помимо того, что все говорят о ракетной атаке, о шахедной атаке, сегодня параллельно 121 удар артиллерийско-минометный по территории Черниговской области, 121 удар по гражданскому населению, то есть 121 прилет снарядов. Вот, грубо говоря, люди дома находятся, вот по ним прилетает снаряд. 77 ударов по Сумской области, 124 удара по Днепропетровской области, более 60 ударов по Харьковской области. Вы понимаете, то есть каждый день, это просто уже для нас, понятно, 19 месяцев войны, но каждый день Россия использует артиллерию, я уже не говорю Херсонскую область, Запорожскую, там практически не останавливаются, это там в сотнях эти удары. Так вот, каждый день они наносят удары, это не военные объекты, подчеркиваю, Черниговская, Сумская область, например, понятно, там же нету боевых действий, непосредственного соприкосновения. Вот они используют артиллерию для прямых ударов по жилым домам. Вот они это и делают. То есть и на этом фоне, вот они каждую ночь это делают, и на этом фоне мы должны сказать, ну да, ребята, да конечно, да мы так ждали, чтобы с вами сесть за стол переговоров, чтобы сказать, ну конечно же, нам очень нравится, что вы сейчас, вот прямо сейчас, сто ударов наносите по Черниговской области, по гражданскому населению. Да конечно мы хотим, чтобы Путин пожизненно у вас правил, и чтобы никто из них в гагу не попал, особенно Лавров. Да конечно мы заинтересованы в том, чтобы никаких военных преступников никто не судил никогда. И уж точно мы заинтересованы в том, чтобы вы дальше проводили милитаризацию, получили дополнительное оружие, у нас пару терактов провели, а потом взорвали нас изнутри. Ну конечно мы в этом заинтересованы. Просто хотим с вами договориться об этом. Договориться о том, чтобы вы нас медленно дальше убивали. Ну нам больше же делать нечего. Мы же с вами 19 месяцев воюем за то, чтобы доказать вам, людям достаточно низкого ума, что нельзя приходить в чужой дом и требовать свои правила в этом доме устанавливать. И так далее. Мы же конечно хотели 19 месяцев с вами войны, чтобы сегодня согласиться на ваше право нас дальше убивать. Но и другой вопрос здесь возникает, Михаил. Запад же тоже видит эту геноцидную войну. Запад же тоже видит, как обстреливаются мирные территории, и гибнут мирные жители. Сотни обстрелов, да, и там от нескольких человек в день до десятков человек в день мы теряем мирного населения. А у нас по-прежнему действует правило неиспользования оружия партнеров на территории Российской Федерации. Это сложные вопросы, объемные вопросы. Безусловно, наши партнеры сегодня информационная эра, постинформационная даже эра, все видят. Но есть несколько важных составляющих. Во-первых, правила. Давайте начнем с более тяжелого. Во-первых, правила. Для того-то были придуманы правила, глобальные, международные правила, в том числе те, которые регламентируют типы войн. То есть что вы можете делать юридически безукоризненно в рамках оборонительной войны. Вот такие правила. Вот они были придуманы для того, чтобы вот таким образом эти войны заканчивались. Вы можете уничтожать все, что касается агрессора на своей территории в полном объеме. Все, что касается территории врага, это уже другие квалификации. Поэтому мы должны с пониманием к этому относиться. Я имею в виду как люди, которые придерживаются норм международного права. Вторая составляющая. Очень важно. Конечно, видят, но при этом есть очень много внутренней проблематики. Я уже как-то говорил о том, что когда Россия вторглась в Украину полномасштабно, танковые колонны по всей стране и так далее, это произвело шоковый эффект на общество целого ряда стран, имеется в виду и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это реально их шокировало. Особенно в Европе, безусловно. Потому что они не могли, во-первых, поверить, что в 21 веке вот такая, возможно, ситуация, вот такая война, возможно. И кроме того, они испугались, что Россия, которая очень быстро поставит на колени Украину, захватит Украину, пойдет дальше. То есть пойдет дальше на Восточную Европу, то есть будет дальше восстанавливать Советский Союз, будет восстанавливать тот же систему Варшавского договора и так далее и тому подобное. А как только они поняли, что даже Восточную Украину Россия не преодолеет, что здесь будут идти тяжелейшие бои, но дальше Восточная Украина Россия точно никуда не продвинется, они начали как бы на первый план постепенно выдвигать свои внутренние проблематики и политические, экономические, и социальные, и конфликтные, и компроматные и так далее. Ну то есть, соответственно, выборы везде уже начались, да, и, конечно же, это отвлекает внимание. Ну и есть третья составляющая, третья очень тяжелая составляющая, которая очень медленно меняется, это консерватизм в мышлении как таковом. Вот они привыкли к постхолодной войне, да, ну как к войне, к постхолодному, поствоенному миру такому, да, своеобразному, где Россия, конечно, страшная, но в то же время она партнер, да, то есть она партнер экономический, она партнер коррупционный, она партнер культурный, и, соответственно, отказаться сейчас, вот давайте возьму сегодня, есть большое объемное расследование в западной прессе о швейцарской фирме Глинкор, которая там покупает медь, листовую медь через там разные страны, российскую листовую медь там до 5000 тонн ежегодно, да, потому что не может найти альтернативные рынки. Это я к чему? Да, это тяжелое для нас расследование. Почему? Потому что оно говорит о том, что санкции все равно где-то дают пробуксовку, и Россия где-то на внешних рынках что-то может спокойно продавать, пользуясь частично там монопольным или, ну, псевдомонопольным положением своим. Но я к другому, я к тому, что Россия за последние 30 лет, после распада СССР, даже не за 30, а где-нибудь за 20-25 лет, сумела глубоко проникнуть, интегрироваться, построить такие большие глобальные продажные цепочки. Ну, то есть, как бы, она активно участвовала в разных процессах. Я еще раз повторяю, в экономических, культурных процессах, информационных процессах, политических процессах. Везде занимала ключевые должности в международных институтах различных, везде выделяла гранты на разные программы. Ну, то есть, не пророссийские даже, а просто на разные программы. То есть, Россия была долгое время большой, неотъемлемой составляющей вот этого единого глобального процесса как такового, в разном смысле. А сейчас нужно полностью, знаете, так как, вот что мне напоминает сейчас ситуация с Российской Федерацией? Вот она как раковая опухоль. То есть, что такое раковая опухоль? Она ведь не как доброкачественная опухоль, в одном месте растет и просто раздвигает живые ткани, да? И ты просто делаешь операцию, вылучиваешь эту доброкачественную опухоль, а дальше ткани, в принципе, как жили, так и жили. Чем отличается злокачественная опухоль, если так примитивно говорить? Она прорастает внутрь ткани, да? То есть, ты не можешь просто вот так взять и ее вычленить полностью. Поэтому нужно лечить метастазы возникают, если она проникает в кровеносное русло, соответственно, разносится все это по всему организму и так далее. И поэтому тебе нужно там лучевую терапию применять, химиотерапию применять и так далее, в отличие от, еще раз подчеркиваю, доброкачественной опухоль. Она проникла в международную матрицу, да? Вот в глобальные отношения. Она эрозировала эти отношения. Везде есть какие-то элементы, метастазы присутствия российского мира, русского мира. И, соответственно, вот это нужно вычленить, да? А это больно, во-первых. Это тяжело. Это химиотерапия. Вот мы сейчас, мы занимаемся радикальной терапией, то есть делаем хирургическую операцию по вычленению вот этого злокачественного нового образования под названием Российская Федерация. А миру нужно пройти через химию, добровольно пройти через химиотерапию или через лучевую терапию, понимаете? То есть им нужно вот это тяжелое облучение пройти, облучение анти, в хорошем смысле слова, антироссийскостью. Вот это занимает какое-то время. И людям тяжело отказаться от традиционного образа жизни и сказать, что мы ошибались, глубоко ошибались, настолько тесно интегрируя российскую культуру, политику, экономику в свои жизни. Понимание необходимости этой химиотерапии в мире сейчас есть? Вы видите признаки? Несколько месяцев назад в разговоре со мной вы констатировали, что Запад не знает, что делать с поствоенной Российской Федерацией. На сегодняшний день хотя бы какие-то мысли появляются, какие-то программы, какие-то аналитические центры. Думают ли об этом? Нет, к сожалению, Запад до сих пор не знает, что сделать с постпутинской Россией или как сделать Россию постпутинской. То есть Запад инерционен в этом, он ждет, как оно будет само разворачиваться в России. Естественно, он проспит тот момент, когда в России начнется революционный процесс, который станет необратимым. И каким последствиям он приведет, мы пока не готовы говорить. И Запад это не анализирует, к сожалению. Но есть вторая составляющая – понимает ли Запад важность химиотерапии. Есть люди, которые, несомненно, глубоко понимают это. Они занимают различные должности и в Министерстве иностранных дел. В той же Финляндии или в той же Германии возглавляют. Или работают президентами или, например, министрами, как, например, в Литве, скажем так, или в Италии. Они понимают, то есть представители, многие представители европейских политических лиц блестяще понимают, что необходимо пройти через вот этот тяжелый химиотерапевтический этап. То есть когда нужно избавиться от старой России внутри себя, подчеркну, от старой России внутри себя, избавиться от иллюзий, что эта старая Россия может как-то переформатироваться и стать более адекватной. и подождать, пока на месте России появится какая-то новая страна, неважно с каким названием, будет ли это Российская Федерация, или это будет, например, Московия, или что там угодно они могут использовать, но которая будет иметь другую внутреннюю управленческую матрицу и другое главное, и другое идеологическое и ментальное наполнение. Потому что сегодня, когда говорят, что ответственен за войну только Путин, это же мы с вами прекрасно понимаем. Нет. Есть внутренняя настроенность российского общества на войну. То есть у них есть желание подавлять другие народы, другие суверенитеты, другую субъектность, захватывать её и компенсировать таким образом собственную малопривлекательную жизнь. И, соответственно, вот этого понимания химиотерапии частично присутствует. Это очень для меня обнадёживающее. Я ещё раз повторяю, я бы всё-таки, знаете, я с одной стороны скептически отношусь к аналитическому, то, что первая часть касалась, насколько они прогнозируют постпутинскую Россию, как она будет развиваться, я здесь скептичен, потому что считаю, что, к сожалению, выраженных таких аналитических работ мы сегодня не видим. Ну и, собственно, не видим качественной аналитики, которая бы опиралась не на какое-то представление о времена Холодной войны, что такое Россия, а о современном понимании структуры российского общества и структуры российской идеологии. Но в то же время я крайне оптимистично смотрю на трансформацию европейских элит. И, прежде всего, я вижу очень большое количество людей, которые системно понимают ту проблематику, те риски, которые генерирует Российская Федерация сегодня. И, соответственно, они не готовы вернуться в довоенное время и в довоенное понимание России. Это очень крутой признак того, что наши партнёры действительно медленно, к сожалению для нас очень медленно, но тем не менее выздоравливают от вот этого российского вируса. Знаете, что мне сейчас кажутся очень опасными какие-то тенденции, да? Многие говорят о том, что Россия после войны ослабнет настолько, что уже будет неспособна представлять опасность. На этой неделе мы все наблюдали за событиями в Карабахе. Анклав, который создала Россия 30 лет назад. И смотрите, все вот эти анклавы, которые возникли, первые войны в Чечне, Северной Осетии, Абхазии, Приднестровье, все это Россия создала тогда, когда была нищая, голодная и с протянутой рукой выпрашивала ножки Буша. Поэтому надеяться на то, что Россия будет настолько ослабленной, что ей не будет дела до чужих территорий, мне кажется, это очень ошибочно и такой ложный путь, по которому может пройти мир снова. Карабах не буду комментировать, там есть официально... Не об этом. Я о том, что Россия даже в слабом состоянии, она все равно будет огрызаться. По ослабленности или неослабленности России. Я немножко иначе смотрю на все это. Я не про Россию сейчас говорю, а в принципе. Главная проблема, которую обозначила эта война, это то, что не существует инструмента принуждения. То есть есть вот страна, типа Российская Федерация, отказалась придерживаться норм международного права и оказалось, например, даже более простой пример, отказалась придерживаться закона, условно, договоренности о нераспространении ядерного оружия и нет инструмента принуждения. Вот это нужно отрегулировать. То есть нужно, чтобы такой инструмент появился. Кстати, здесь сошлись на господина Зеленского, он абсолютно внятно и четко на платформе ООН сказал о том, что... И, кстати, Гутерреш потом тоже это говорил о том, что ООН действительно нуждается в реформе. ООН должен быть, вот этот инструмент, правильно построенный, принуждение к выполнению правил или международного права в целом. Вот был бы такой инструмент, и вот этого нужно достигнуть. То есть и тогда вам не важно, страна эта сильная, не сильная, слабая, не слабая, начала нарушать какие-то принципиальные позиции, независимо от того, что это за страна. Есть инструменты принуждения у глобального сообщества. Вот если такой инструмент не будет, скажем так, разработан, то у нас периодически будут появляться, в том числе на месте России. Знаете, почему на месте России это чаще всего будет происходить? Потому что Россия всегда будет нищей страной. То есть принципиально Москва будет, условно говоря, накапливать какой-то ресурс, будет выглядеть, знаете, первое время чумы. Остальная страна всегда будет нища. Нища и на этих настроениях всегда легко строить вот эти авторитарные, скажем так, тренды. Потому что ты говоришь, сильная рука, они же любят, да, там, сталинского типа управителя, который этих карает, этих милует, дает возможность появиться опричнение какое-то, которое, в принципе, позволяет дальше на базе какой-то идеологии карать невиновных, но говорит, что они вот внутренний враг и на агент. Сегодня, я имею в виду, сегодня внутренний враг – это и на агент, а внешний враг – это НАТО, Украина и США. Вот, соответственно, в России это всегда будет. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, это страна с внутренне заложенной неготовностью вкладываться во внутреннее развитие. То есть им некомфортно от того, что они одни из, да, то есть те люди, которые там работают, делают карьеры, получают качественные сервисы от государства, живут в ухоженных городах и так далее. Им гораздо больше нравится сидеть в максимально нищей каком-нибудь забегаловке, да, питейном заведении и рассуждать о том, что вот они, конечно, оборванцы, но они оборванцы, которых боятся весь мир, потому что завтра они будут нагибать там Соединенные Штаты или будут воевать с НАТО. И так далее. Вот это внутреннее их содержание, это неискоренимо. И поэтому главное сделать две вещи, когда мы говорим, или даже три вещи, когда мы говорим о России. Первая вещь, обязательно Россия должна проиграть и пойти на трансформацию. Ну, то есть в любом случае политическая, географическая, неважно, территориальная, там, все-таки стать федерацией, потому что на самом деле очень странно выглядит. Страна называется Российская Федерация, но при этом никто не может самоопределиться из коренных народов, которые живут в России. Вторая составляющая, которая очень... Ну и, соответственно, там Путин должен быть обнулен, безусловно, тут никаких сомнений нет. Вторая составляющая. Обложить Россию определенными существенными реперационными выплатами в виде длинных выплат, да, по времени растянутых, для того, чтобы они не могли накапливать ресурс, опять же, который там сождаст им национальный фонд какой-нибудь, который они потом будут использовать, только в данном случае национальный фонд благосостояния, который они начали использовать для финансирования, собственно, геноцидной войны в Украине. Ну и третья составляющая – это инструменты принуждения к нарушителям международного права. Вот три составляющие, которые будут держать в узде России. Но есть четвертая, более простая дорога, мы можем с вами это партнерам объяснять, это Украина. Ну, то есть Украина, которая выиграет войну, которая будет иметь современную армию, эффективный опыт выигрыша в конкретной российско-украинской войне, соответственно, она будет всегда для России сдерживающим фактором, в случае чего всегда можно сказать, как мы сейчас в Украине скажем, чтобы с вами разобраться. Вот это неплохая конфигурация, гораздо проще даже, чем первая. Первая – институциональная, вторая – персональная. А о трансформации ООН говорил Зеленский на совбезе, о чем вы уже только что вспомнили, его выступление. Как вы думаете, в ООН услышали украинского президента? И вот эти его слова о том, что ООН нужно кардинально измениться, это был холодный душ для стран-участниц? Или там тоже есть понимание того, что они устарели уже на сегодняшний день? Да я вообще считаю, что вот этот визит господина Зеленского в Соединенные Штаты и выступление на Генассамблее и на Совете Безопасности, ну и, собственно, двухсторонка с господином Байденом, крайне эффективны, потому что они подняли вопросы не только ситуативные, ну то есть я, медведь, украинский президент поднимал вопросы не только ситуативные, помощь, финал войны, какой должен быть, почему Россия должна проиграть, но он затрагивал фундаментальные вещи, каким должен быть поствоенный мир, для того, чтобы этот мир не генерировал постоянно риски, да, ну то есть, грубо говоря, вот у нас эта война началась, потому что, еще раз подчеркиваю, не было никаких инструментов противодействия войне, превентивных инструментов, и Россия этим всегда пользовалась, не только у нас, в Грузии, в Украине, в Сирии, еще в целом ряде стран, и так далее. И вот президент, в принципе, поднял активно эту дискуссию, в том числе, например, то, что Россия использует такое право, как право вето, абсолютно странно, да, то есть Россия на сегодняшний день полностью обнулила устав ООН, ну то есть сказала, что нет, там, третья-четвертая статья, которая гарантирует странам, членам, в том числе ООН, гарантирует неприкосновенности к границе, и так далее. То есть Россия это обнуляет, и тем не менее, все равно у нее остается наиболее действенный инструмент, который, в принципе, даже единственный инструмент ооновский, потому что резолюция – это резолюция, например, право вето – это право вето, потому что, например, финансовые программы поддержки той или иной страны всегда можно заблокировать через право вето. Почему, собственно, многие страны достаточно, ну, как бы холодно относятся к необходимости жестко наказать Россию, боятся, что Россия будет применять право вето. Так вот, президент поднял эту дискуссию, на мой взгляд, она воспринимается позитивно, ну, имеется в виду, я еще раз подчеркиваю, тот же Бутерреш и тот же Байден, они тоже говорили о необходимости вносить изменения в способ функционирования ООН, если мы хотим, чтобы эта организация действительно имела влияние и репутацию, организация, которая может останавливать серьезные конфликты. И это хорошая дискуссия. И мне очень нравится, что Украина продолжает играть в эту субъектность. Да, не все сегодня до конца понимают роль Украины, которую она может играть в поствоенном будущем, но, тем не менее, мне кажется, что и президенту Зеленскому, и Украине в целом удается пока поддерживать свою субъектность на достаточно высоком уровне. Чтобы к ней прислушивались и эти дискуссии дальше продолжали модерироваться. Михаил, ну и последний вопрос. Президент Зеленский также пригласил все страны на саммит мира. Чего нам ждать от этого мероприятия? Есть ли какие-то новые страны, которые уже решили присоединиться? Будет ли этот саммит настолько же успешным, как были переговоры в Джинде? Ну, давайте дождемся саммита. Я думаю, что представительство будет максимально широким, присоединятся многие страны глобального юга, о котором мы уже говорили. Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день идет такое революционное изменение субъектности многих стран. То есть, например, страны, о которых я говорил, которые являются лидерскими для той же БРИКС, кроме России, они сегодня играют гораздо более объемные функции политические, чем до начала полномасштабного вторжения. Как бы это ни печально для нас было, но вот эта война постепенно перестраивает глобальные отношения. И, соответственно, мне кажется, что этот саммит будет максимально представительским, насыщенным и так далее. А с точки зрения, будет ли он успешен, ну, посмотрим. Это же вопрос как раз как качественной подготовки, качественной функциональной работы во время самого саммита. Ну и, кроме того, не забываем, что саммит мира нужен для последующих фиксаций единственной платформы, которая может действительно привести к справедливому окончанию войны и к обнулению рисков, которые эта война генерирует. Это формула мира президента Зеленского. То есть он предложил эту формулу миру, где есть конкретные пункты, которые касаются безопасности в широком смысле, не только территориальной целостности Украины, но они касаются и рисков нуклеарных, рисков энергетических, рисков продовольственных, миграционных, рисков, опять же, территориальных в более широком смысле, рисков субъектности и так далее. Вот эти все риски, они заложены, и их превенция заложена в формуле мира, но и нужно сделать эту формулу мира базовой. Кстати, отмечу такую особенность, если еще вчера пытались там какие-то другие предлагать компромиссные варианты, то сейчас формула мира является полностью доминирующей, полностью доминантной в пространстве, которое характеризует войну и мир в целом в Украине. Ну и, соответственно, отмечу странные ремарки, нервные, опять же, нервические, я бы даже сказал, ремарки того же Лаврова, который сказал, что формула мира, имплементация формулы мира президентского невозможна. Но вот это говорит о том, что они понимают, что все постепенно придет именно к этой формулы мира, сейчас они пытаются от нее дистанцироваться, но главное, эта ремарка говорит о том, что они прекрасно понимают, куда все идет. Россия. Кстати, да, последние месяцы не видно голубей мира с какими-то новыми предложениями по мирному урегулированию. Михаил, спасибо за этот разговор, как всегда, было очень интересно с вами поговорить. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, сегодня отвечал на мои вопросы. Всем спасибо за внимание.